ДЖИПЕРС КРИПЕРС Вскоре они столкнулись с плотоядным могущественным существом. После того, как был снят сиквел в 2003 году, слухи о съемках третьего фильма появлялись в течение 15 лет. Наконец, появилась отличная новость. Съемки начались 20 февраля 2017 года в городе Баттон-Руш, штат Луизиана. Это, наконец, случилось. Официально подтверждено, что Джина Филлипс возвращается к своей роли. Синопсис ленты таков. Триш Дженнер теперь мать сына-подростка по имени Дерри, названного в честь брата, которого она потеряла 23 года назад. У Триш повторяющийся ночной кошмар, где ее сына постигает та же участь, что и ее брата. Будучи преисполненной решимости не допустить этого, Триш, которая в настоящее время богатая и могущественная женщина, отправляется на поиски Джиперса Криперса, чтобы разобраться с ним раз и навсегда. Создатели также обещают, что, наконец, будет раскрыта тайна происхождения этого чудовища. Недавно в сети интернет появился неадаптированный проект «Сценария», несостоявшегося фильма «Пятница 13-е». Согласно ему, действие начинается в лагере Кристал Лейк в 1977 году. Неизвестный убийца в маске убивает двух вожатых, но вскоре выясняется, что это не Джейсон Бурхис, а его отец. По сценарию около 41-х минут описываются события, происходящие в семье Бурхис. Также показывают убийство отцом Джейсона пяти жертв. А вскоре и он сам погибает от руки своей жены, Памелы Бурхис, которая по совместительству является поваром в лагере. Сам Джейсон Бурхис описывается как подросток, носящий медицинскую маску, скрывающий уродства. Также в сценарии упоминается, что пищу он получает через катетер. Фильм должен был немного переосмыслить утопление Джейсона в этой версии событий. Старшие вожатые пытались сфотографировать его уродство, держа его силой на лодке. Джейсон в панике выпадывает с лодки и пытается доплыть до островка, но тонет. Вожатые же, уничтожив улики, клянутся держать все в секрете. Далее описывается начало 80-х, где вкратце показаны события оригинального первого и второго фильма. Затем сценарий описывает уже взрослого Джейсона в хоккейной маске, который яростно крошит обидчиков в последние 25-30 минут фильма. В итоге в киноленте зрителям показаны целых три маньяка – отец, мать и сын. Очень жаль, что фильм так и не увидит свет, из-за того, что продюсеров не устроили сборы фильма-звонки. Студио Канал объявило, что наушно-фантастический блокбастер «Терминатор 2. Судный день» Джеймса Кэмерона выйдет на экране в формате 3D, по крайней мере, в Великобритании. Премьера назначена на 25 августа 2017 года. Это всего за 4 дня до 20-й годовщины судного дня. Фильм был преобразован в высокотехнологичный 3D-компании «Лайт Сторм». Это производственная компания Джеймса Кэмерона, работавшая в том числе и над 3D-преобразованием «Титаника». Оригинальный 35-мм негатив отсканировался, а затем был восстановлен в формате 4K-делюкс в Лос-Анджелесе в компании «Вайт Сторм». Также фильм был вновь отколоризован Джеймсом Кэмероном в стиле «Техниколор». Была выбрана лучшая 35-мм копия первого выпуска фильма. Кинокартина была преобразована в 3D с помощью суперпрограммы «Стерео Ди». В ней же делались «Звездные войны», «Мстители» и «Юрский мир». Вся работа длилась почти год и контролировалась ежедневно компанией «Лайт Сторм». То есть процесс был под непосредственным вниманием Джеймса Кэмерона. А зная, какой продукт на выходе всегда представляет этот режиссер, можно ожидать, что просмотр доставит зрителям немало незабываемых впечатлений. Итак, получаем визу в Великобританию и вперед на премьеру в августе. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Субтитры подогнали Симон.